Добрый день, на связи Амкабаски, это 35-я часть прохождения в Elder Scrolls Oblivion, и сегодня мы продолжим исследовать бравил, а также начнем выполнять его квесты, поэтому если вы еще этого не сделали, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите все уведомления, ну и конечно же приятного просмотра. Не забывайте писать комментарии, описание и ссылочка на это прохождение сначала, чтобы узнать, насколько интересен и прекрасен мир Oblivion. У нас тут в прошлой части было очень детальное исследование правила, пообщались со всеми на основном острове, можно так сказать, посмотрели остров замком, но замок не ходили, вот этот маленький островок посмотрели, в здание не заходили. Тут у нас постоялый двор, одинокий странник, парадокс лучника, дом на продаже, дом Люсинана Галена, с которым нам придется делить дом. Ну давайте посетим эти локации. Приветствую. Ну и побеседуем с кем еще не беседовали, 500 монет, конечно. Радость? Мне нечего сказать о графе и его сыне. Остальные жители города несколько грубоваты, но меня это не волнует, мне все это нравится. Любители грубости, забавно. Это точно? А, разошлись мы. Да будем мы благословлены. Да, вы будете благословлены. Ну поставил двор, очевидно будет работать вечером. Подай монетку инвалиду. Ладно, давайте подождем пока начало дня, я хотел успеть в прошлой части зайти в кузницу, или как там, одинокий этот, ну в общем мы поняли. Но не успел, пока записывал интро, время просаталось игровое и все, уже не успеть. Ну ладно, это все мелочи. Ладно. Вау, вывеска еще шатается. Парадокс лучника. Не имеет никакого отношения к парадоксам интерактивам. Парадокс лучника. Идеальная стрела должна лететь вечно, а это невозможно. Я Аден Лин, и у меня нет идеальных стрел. На самом деле идеальная стрела вечно летать не будет. Похоже, в лице ворона во море у Ардолин появился поклонник. Интересно. Я могу починить, возможно, тебя заинтересует. Возможно тебя заинтересует. Топ название. Она же должна в цель попасть, значит уже вечно лететь не может. А если она будет лететь вечно, значит в цель она не попадет. Хотя здесь возможно есть заувалированная отсылка на закон Ньютона, что если на тело не воздействуют никакие иные силы, но у него есть заданный импульс, то оно будет продолжать вечно двигаться. Ну ладно, это тонкости. У тебя тут еще продается копия для мерзкого лука. Подожди, подожди, звук на телефоне не вырубил. Теперь вырубил. На втором этаже у нас тут особо ценного ничего и не вижу. Поэтому погнали вниз. Хорошо, смотрели магазинчик, инвестировали в него. Давайте эти дома осмотрим. Дом на продажу, но это наш дом, который мы сможем приобрести. Сегодня мы его купим. Ну а на втором этаже у нас есть Люсиана Галена. Причем у нее свой сундук даже какой-то особый, на особый замок закрытый. Привет, Люсиана Галена. Я бравильский учитель искусства ношения легких доспехов. Я с радостью... У него магазин дома. Иди Блевин, и найди там Джбари. Тебе нужно обратиться к нему, если ты хочешь научиться правильно носить легкие доспехи. Поговори с Джбари. Отослал нас к мастеру. Другие бравильские учителя. Городская плавчиха обучает искусству красца. Драшан же обучает взлому. Полный набор вора. Красу взламывать. Если что, чтобы можно было отговориться. Ладно. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Я ничего не покупаю. Ааааа. Да-да-да. Понятно. Тоже торговка крадена, походу. Мы ей еще денег дали. Капец. Она с нами отказывается торговать. Я просто хочу провести social experiment. У нее только этот ключ. Он подойдет к ее сундуку? Нет. Это какой-то особый. Значит, окей. Не трогаем ее. Ладно. Окей. С ней побеседовали. Ну и в таверну теперь давайте отправимся. Много, я смотрю, тут сундуков разбросано. На местах, на первый взгляд, не совсем доступных. Мои дети голодают. Пожалуйста, помоги. Одинокий странник. Постоялый двор. Ты похожа проны. Слышь, ты сейчас отвечаешь за слова. Я обогром Грогалаш. Хозяин постоялого двора, одинокий странник. Возможно, снаружи он выглядит не очень-то. Ну, это все из-за бравильской погоды. Бравил надо переименовать в инсмаут на 500 монет. Да. Это вверх поле. 10 монет. А что, по-твоему, можно купить на 10 золотых? Я не говорил, что это будет дворец. Тадрос и Хилас из гильдии бойцов. Могу я заинтересовать тебя своими товарами? Из ингредиентов можно что-то взять. Рулет еще можно взять для коллекции. Я уважаю твой бизнес. Окей. С тобой побеседовали. Кто тут у нас? Джета. Что? Черный лес, кстати. Не беседовать нельзя с тобой. До свидания. До свидания. Это чувак из организации Blackwood. Но ее историю мы узнаем потом. Нардинор, слушай, я с тобой посижу, ты не против? Я слушаю. Пожалуйста, продолжай. А, мы с тобой же общались. А, мы же в лице. Ладно, тогда я не буду с тобой сидеть. Еще увидимся. Да, конечно, увидимся. У меня нет времени на твои жалкие попытки завязать беседу. А теперь уходи, пока я не стал скверным. Какой-то дерзкий чувак. У меня нет. У тебя руки целителя. Хочешь, я тебе покажу, что они могут? Просто к чему она это сейчас сказала? Прошу прощения. Я задумалась. Я всегда нахожу неправильно друзей. Я всегда захожу и нахожу неправильно друзей, теперь у меня их нет. Ну, конечно, когда к тебе кто-то подходит пообщаться, ты говоришь, у тебя руки целителя, то вряд ли из этих людей у тебя получатся хорошие друзья. Ну, максимум тут любовник на ночь. А, подожди. А, ну да, да, мы это слышали. Так, слушайте, ну вроде как тут всех мы опросили. Тебя я запомнил. Это наша... Нет, не наша. Если ты сделаешь еще шаг вперед, я превращу тебя в пепел. Отойди. Что-то такой дерзкий. У меня нет. Чувак какой-то очень злой. Не знаю, чего его там. Осал кусила. Жена не дает. Курдан Гродрагол. Да? Что тебе нужно? А, Ларон Рок. Это не твое дело, черт побери. Я бы еще мог сказать это приятелю. Но ты мне не нравишься. А, надо с ним получать отношения. Ну, это от квеста. Мы сейчас его делать не будем. Но раз уж мы рядом с ним, давайте перетрем. Это у нас квест охот... Да. Охотники дичи. Да, давайте прочитаем, что тут по нему есть. Сегодня, возможно, его сделаем. Бравли рассказывает, что пропал Лерон, муж Урсаны Лок. Если я хочу помочь, нужно найти Урсану и узнать у нее подробности. Бравли Урсана Лок рассказала мне, что ее муж, Лерон Лок, пропал. Ей нужна помощь, чтобы отыскать его. Следует расспросить ее об Лероне. Лерон задолжал кучу денег орку ростовщику по имени Курдан Гродрагол. Вчера он пошел к нему просить отсрочку и до сих пор не вернулся. Курдан Гродрагол частенько бывает на постоянном дворе одинокий сторонник, что недалеко отсюда. Наверное, стоит нести ему визита. Окей, ну значит, надо с ним отношения улучшить. И расспросить улыбки. И что это? Я только что узнал, что моя фамильная ценность, топор Драгола, потерянный моим тупым родичем, находится на острове Форт Гриф в Небенейской бухте. Мой источник говорит, что он спрятан в главной крепости в центре. Не знаю, кто охраняет его, но я уверен, что ты с этим справишься. Если ты отправишься туда и принесешь его мне, я скажу тебе точно, где находится Алирон. А если я не верну его? Тогда Алирон может не возвращаться домой из своего путешествия. Очень долгое время. Например, никогда. Когда соберешься, а лучше пусть это будет поскорее, Знай, у меня есть лодка, которая ждет тебя, чтобы доставить к острову Форта Гриф. Алирон лодка. Ты попусту теряешь время. С ним все в порядке. Пока. Не пора ли покататься? Хорошо. Не пора ли покататься? Подождите, а если я сейчас выберу вариант отправиться вниз, нижний пол, мы сразу отплывем? Отлично. Лодка ждет тебя у пристани рядом с магической лавкой. А теперь убирайся. Там еще нижний вариант какой-то был диалога. А, вот он, топор Драгола. Это секира, на рукояти которой выгравировано слово Драгол. Огромное. Ты не пропустишь ее. Я не собираюсь рисовать тебе картинки. Угу. Окей. Радуйся, что я не заставляю тебя плавать. Чувак очень дерзкий. Я не буду его убивать, а просто посмотреть, что будет. Опа. А, какой сразу слился. По ножу благополучия. Прикольно. Ну, в общем, очевидная история, что тут случилось. Ну, ладно. Курдан Гро Драгол сообщил мне, что знает, где находится Алерон Лог. Он расскажет мне об этом, но только если я принесу ему топор, принадлежащий его отцу, потерянный где-то на острове Форт Гриф давным-давно. Если я не принесу ему этот топор, то, по словам Курдана, Алерон умрет. Когда я определю с решением, мне нужно побеседовать с Курданом, он предоставит мне лодку. Курдан Гро Драгол рассказал мне, что лодка ждет меня в доке рядом с Бравельской магической лавкой. Если я хочу узнать, что случилось с Алероном, мне пора убегаться в путь. Ну, вполне очевидно, как сейчас вырисовывается история по имеющейся информации. Подчеркну, что по имеющейся информации. Что получается, тот ему денег задолжал, тот его похитил по ходу. И теперь, если мы хотим его вернуть, то надо расплатиться тем топором. Окей, хорошо, уловили информацию. В итоге здесь мы все осмотрели. Теперь я предлагаю отправиться в замок, пообщаться с местными жителями. Ну и, конечно же, купить дом и обставить его. Первый замок, в который мы проникаем. Большой зал. Тут очень прикольные вещички спрятаны в витринах, но мы сейчас не будем заниматься воровством. У нас будет для этого время еще. Добро, добро, мы с тобой общались. Толхантилорда. А, ну это как стражник, просто привязанный к нему. Еще увидимся. Граф Регулус Терентиус. Регулус Терентиус, граф Бравила. Это похвально с твоей стороны. Прийти, представиться. Хотя и бессмысленно. Я граф. А тебе не о чем говорить с графом, так ведь? Вот и хорошо. Надеюсь, мы поняли друг друга. Тогда ты можешь идти. Какой любезный этот граф Бравилл. Бравилл. Канцлер Аката. Он думает, что сможет использовать свое положение главы совета старейшин, чтобы сделать себя императором. У него ничего не получится. Ну да, вопрос насущный, учитывая, что император умер, а про наследник еще не официально ничего не известно. Купить дом в городе. Действительно. Как раз есть скромная хижина с видом на канал. Она выглядит не очень презентабельно, но запах скоро заставит тебя забыть о ее убогом внешнем виде. Думаю, 4000 золотых хорошая цена. Сейчас не время для таких покупок. 4000 золотых за это? Нет, спасибо. Ну посмотрим все варианты. За 4000 можно купить лачугу. Напоминаю, если кто забыл, самый бомжовский и бичевский дом, который единственно у нас куплен. Это дом в имперском городе, а точнее в портовом районе имперского города. Покупается в имперской палате в торговом районе имперского города за 2000 монет. Тут же в два раза дом дороже стоит. И даже сам продается, а не нелестно отзывается. Если у тебя нет денег... Нет денег, да я могу твой замок купить, твою должность. И твой город. Но я просто хочу посмотреть все варианты. Сейчас не время для таких покупок. Мне все равно. Да. В общем, граф реально какой-то пофигистый, квестов не дает, не создает благоприятные впечатления. Думаю, 4000 золотых хорошая цена. Хорошо. Я скажу своей управляющей, чтобы она оформила право собственности. Вот твой ключ. Это бедная маленькая хижина, к сожалению. Да, и там только голые стены. На твоем месте я пошел бы к Ниловым, в честную сделку. И купил бы какой-нибудь мебели. Хотя ты можешь есть из пола. Меня это не волнует. Либо граф просто пахерист, либо убежденный апсинтеист. Тут одно из двух. Нигилист, апсинтеист и пахерист. Во. Хотя пахерист и нигилист в какой-то степени будут перекликаться. Ну ладно. В общем, мы купили дом. У нас теперь есть гражданство Бравила. Не знаю, стоит ли таким хвастаться в приличных местах или нет. Ну, в смысле, что мы теперь горожане Бравила. Теперь это и наш город тоже. Я не буду все это воровать. Битва и Санктория. Почитать можно, брать нельзя. Правила таковы. Ты, похоже, проныра. Окей. У нас запустился КЛС, но мы его сейчас и выполним с вами. Покупка дома в Бравиле. Мне удалось купить себе дом в Бравиле на восточной стороне канала. Окей, наведаемся туда чуть позже. Давайте осмотримся без грабежей. Столовая. Вообще, устройство замков, по большему счету, стандартное. Темница тут есть. Посмотрим все. Пообщаемся со всеми. Воровать не будем. Как я уже говорил, когда вступим в гильдию воров, мы этим займемся. Компин-то Слуг. Фига тут. О, а это столовая местная. Ну, знаете, даже для замка довольно скромно. Хотя для замка пойдет, в принципе. Но... Учитывая, сколько тут комнат. Но, в целом... Я не случайно отправился в Бравиле. Хочу идти по возрастающей. С самых, как бы, низов, да, самых верхов, чтобы был интерес. Давайте темницу навестим, посмотрим, есть ли тут кто. Ты, похоже, проныра. Слушай, ты меня посадить захотел? Че ты меня так посмотришь? Вы посмотрите на эту улыбку и говорите, что ты прохожий проныра, когда ты зашел в тюрьму. Сейчас я тебя посажу на бутылку. Чем могу быть полезен, сэр? Ладно, я тролли посетить заключенную. Если тебе это нужно, только не пытайся выкинуть какой-нибудь номер. Окей, окей. Я буду следить за тобой. Не хотел? О важности места. Это если нас посадят? Не подходи слишком близко к заключению. Да, 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 я сам решу, как близко не подходить. А че ты за мной ходишь? Иди лучше. У меня есть отмычки? Есть. О! Можно покачать наук взлома. То есть взлом чисто ради взлома. Пока он не видит. О! Здорово. Миска бесплатная. Кровать даже есть. Близко заключено. Да, 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 ты это говорил. А че, блядь, откуда ты здесь? Отключенным нельзя передавать подарки. Слушай, чувак, ты... Так, чувак, нет, мне это не нравится. Мне это не нравится. Там кровать, стул. За мной ходят два тюремщика заключен. Слушайте, надеюсь, кто не снимает форум. А то мне как-то не нравится. Они так ходят за мной. А, вот здесь возможно не заинтересно. Нельзя передавать подарки. Можем сидеть. К замкам не прикасаться хорошо. Я заклинание. Не подходи с лишним. Хераскут заключен. Это бак какой-то тут заспавился из одной кружки кучи кружек. Я не могу ждать тебя вечером. Это комната пыток, типа? Фига себе. Причём, ладно, ну, хотя это не оправдывается, и пытки это плохо, ужасно, но я про то, что здесь ещё и черепа. Слушайте, отстаньте от меня, я ухожу отсюда, я всё понял. А что, наглядно, хорошо задумано, приходите в местную тюрьму, посмотри, как там. Причём у вас двое. Посмотри, чё-то как. Вам провели экскурсию, вы посмотрели? Мало того, что там кровать стоит, а за вами до мужика ходит, постоянно фраза выдавая, так ещё и... Так, у нас комната слуг здесь. Комната пыток с черепами. Ладно, я понял, я буду законопослушным. Всё-таки, ладно, хорошо. Мы друг друга поняли. Комната слуг есть, причём аж в двойной кровати. Или это, чтобы со слугой можно было споразвлекаться. Но слуги я здесь не вижу. Хотя, возможно, вечером они здесь бывают. Ну, хорошо. Место мы оценили. Кстати, никого нет, можно спокойно ещё потырить. Не хочу нарушать хронологию. Окей, нижний этаж мы осмотрели, столовую. Это киньится. Кстати, графа можно убить. Хотелось, если убить, то дом не купить уже. Типа зла мы запрещено, обходить нельзя. Не запрещено. Пожалуй. А как ты вошёл сюда? А там был открыт. Фикарь, стражи. Тут все стражники, походу, спят. Чё там за звуки страны на улице? Хорошие новости, гражданин. Так, тут... Ну, просто комната, как комната для стража. Ничего особенного. Тут у нас северное крыло. Туда уже незаконно входить. И восточное крыло. Туда тоже незаконно входить. Ну, кого это останавливало? И аккуратно. Ну да, вроде ничего. Тут главное не запалиться, а то штраф накинут. Я хочу, в частности, найти персонажей, если тут такие есть. Привет. Да? Эй! Пока. Это твоя кузница. Мне сразу вспомнилась кузница из игры Носфератова, врачев-малашинок. Хипать. Мифический рассвет, комментарии. Причём, два первых тома. Там, надеюсь, чувак на нас не донёс. Дрелск Тиран. Инквизитор, Грандитор графа. Занимаюсь проблемами, которые нам создают бунтовщики из Ринриджера Крин. Ринриджера Крин. Это каджитская группировка бандитов и контрабандистов, выдающая себя за повстанцев и борцов за свободу. Интересно. Это, наверное, инквизитор там их пытал, а это он изучал книги Рассвета там. Но это не оправдывает, конечно, пыток и всего остального. Но мне не нравится то, что эти чуваки за нами бегают, я типа вышел отсюда. Всё. Там ещё был квартал. Я хочу его посмотреть. Откуда он сейчас пойдёт? Сюда идёт. Типа нас не видно. Или не идёт? Чувак, передумал? А, я понял. Вообще плевать, я хотел на правила. А, окей. Комната как комната. Да-да-да, нельзя в его находиться. Я всё понял, я ухожу. Заблудился. Экскурсия тут у нас по замку. Осматриваем. Ну и осталась вот эта вот секция Северное Короле. Как раз кузница там в Восточном Короле. Выглядит с Вератору выворачив на Малаше. Тут у нас Алхимик тусуется походу. Полеместный винодел. Хотя оно другому не мешает, на самом деле. Это у нас пять песен Королеву в Харте. Ну, книги-то я заберу в любом случае. Кстати, в стол залезть нельзя, обратите внимание. Алина Мочица, Пеценбена, Северательский Брэнди. Ну, я не буду прям всё тут облутывать. Чё тут у нас? Рецепт. Фигня. Это комната графа? Нет. Да, похоже на комнату графа. Ну, это не точно. А, ну, давайте взломаем. Ну, блин. Мышка! В шопу. 28 отмычек. Тут какой-то местный чувак. Который очень тупой или слепой. А, это его сын. А. Ну, походу, да. Тут ещё лкаш. Ну, ладно. Конечно, все обязаны меня узнавать. Сын графа. Есть проблемы? У меня нет желания близко знакомиться со всеми гостями Бравила. Да, Бравил. Как умно. Тебе удалось выучить название города и графства. Я верю, тебя ждёт большое будущее на государственной службе. Я иногда думаю, что неплохо мне хочется к дорожному сетевшему, но мои обязанности не позволяют мне отлучаться. Но это явно не его фраза, не его характер. Я думаю, эта фраза была бы у многих. Ой, чувак умер. Ключ с акрива? Оф. Ну ладно, мы сейчас не для этого сюда пришли. Окей, осмотрели всё. Это возможный слух у любого рандомно мог бы выскочить, но явно не про его характер. В общем, в графстве Бравил проблемы я смотрю с правящими династиями. Но будем надеяться это всё нормализуется. А, казармы мы смотрели. Да. Ну всё, поздравляю, замок у нас осмотрен. В принципе, весь Бравил осмотрен. Теперь можем заняться выполнением квестов. И первый квест, который мы прямо сейчас делаем безотлагательно, это обустроим наш дом в Бравиле. Я расскажу одну историю, кстати, которая у меня была с этим домом. Насколько я знаю. Когда я раньше играл. Пожалуйста. Конечно. Сейчас, только начали его надо обставить. Вот он наш дом. Хотя незаконно туда входить. В свой дом войти незаконно. После приобретения нового дома в Бравиле не следует сходить ни ловы, ни в хорошую сделку, чтобы прикупить себе мебель. Ну, в целом, знаете, выглядит довольно пустынно. Есть тут у нас кладовая, но она не обставлена, очевидно. Стол, причем без стульев. Камин, но он у нас и там будет, тут он побольше, очевидно. И спальная комната с двух спальной кровати, то есть местных девок можем оприходовать. Это очень хорошо. А так, в целом, комната, да, побольше, домик выглядит побольше, но очень пустынно, очевидно. Я сейчас предлагаю все скупить, что надо для него, но причем делать это не за один раз скупить все документы, а по одному, чтобы можно было прочувствовать разницу, как все обставляется. И так вот, в чем история у меня была? Раньше, когда я играл, я особо над деньгами не заморачивался, их было не так уж много. В алхимию я не упоролся. А кроме алхимии особо тут не заработаешь, но и суть. И не прокачивал персонажа особо. Надеюсь, я слышала тревожные новые. Да, да, да. Здесь ты найдешь только качественный и вначале я складировал все свои пожитки в доме имперского города, потом, когда купил этот дом, я перебрался туда. И после этого я начал выбрасывать вещи не в сундуке, а на пол. По-моему, тоже какая-то фигня с сундуками была. И там просто весь пол был завален, почти весь дом подчистую был закинут вещами. Там вещей, не знаю, может сотни или около сотни, или даже больше сотни, я не помню. В общем, очень дофига. Каждую мелочь выбрасывал. Так, у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть апгрейдов. Ну, давайте по порядку. Библиотека, декорирование стен, дом, кладовая, кухня, полки, столовая. Ну, наверное, в первую очередь для полноценной жизни нам нужна кухня, чтобы можно было питаться, поэтому покупаем кухню. И сейчас пойдем посмотрим и как раз-таки сравним. Для меня рада. Вот это, кстати, та лодка. А, лодка. Это... А, хитро. Это, блин. Лол, я не могу... То есть, они, по идее, сейчас могут прийти и сказать, что ты здесь делаешь, уходи. Это мой дом. Давайте посмотрим, что у нас там приобретено. Приобретенная вами обстановка для кухни будет безотлагательно доставлена в ваш дом в Бравиле. Уже указанную обстановку включает в себя один буфет, один столик, одно кресло, керамику в ассортименте. Спасибо за покупку. Нелорен, честная делка Бравил. Окей, давайте это найдем и посмотрим. Да, вот он у нас, стол. Теперь мы можем посидеть напротив камина, хотя не особо вид. Могли бы как-то получше поставить, хотя там, по-моему, еще будут стули идти. Да, действительно у нас есть. А, вот керамику в ассортименте. Это две миски и коричневый кувшин. Ну, хоть что-то. Столик, вот он, для приготовки еды. И буфет. Пиво, лук, пары, рис. Тут у нас есть. Хотя, кого обману есть. Я здесь складировать ничего не буду. Я заберу это. Здесь можно будет складировать продукты, тут что-то готовить, наливать и сидеть, наслаждаться, выпивать. Хоть какой-то базовый комфорт. И за это 650 монет, мать его. Это почти сколько... А, ну, у меня калькулятор под рукой. Давайте посчитаем. Сейчас найдем его. Пока до дома, до магазина побегу. 4000 разделить на 650. Это одна шестая, чуть меньше одной шестой стоимости покупки дома. Дима, нормально, да? За столик. Две миски, кувшин, буфеты, стулья, стулья, причем все деревянное. Надеюсь, окей, раз уж мы начали тему с кухней, с питанием и любом доме, на первую очередь, качем надо и питаться, то возьмем в столовую мы теперь сможем не только в году еду готовить, но и употреблять. С тобой тяжело торгать. Сомнительные, но все-таки. А, перчатки еще не забрал, но заберем. Давайте сразу изучим. Я не буду вот это базово засчитывать, просто два кресла, один ковер, керамика. Да, у нас появились кресла с двух сторон стола, то есть, в принципе, я могу с кем-то здесь употреблять пищу. Ковер появился, какой-то обоссанный, я не знаю. Ну, наверное, лучше, чем ничего, ё-моё, страшно. И керамику в ассортименте, это закрытый горшок. Да, спасибо, что пожелали. Можешь написать в комментарии. Ложка-вилка деревянная, и тут ложка-вилка, причём тут с двух сторон положено, а тут с одной. Две коричневых тарелки и две коричневых чашки. Надеюсь, оно не разлетается, а разлетается, если садится. Это не круто. Хотя вроде и не критично чуть-чуть это двинулось просто. Ну да. Иногда они разлетаются из-за забагованности. Ну, хоть какой-то комфорт можно приготовить пищу, употребить её, причём с кем-то. Ну да. Конечно, это ужасно, и это мелочь. Вообще, дом очень бедный. Ну, наверное, для местных жителей сойдёт, если кого-нибудь из кумового притона притащить. Правда, лучше это не делать, но всё-таки. Дальше покупаем. Смотрим, что у нас тут есть. Давай займёмся делом. Можно купить кладовую, декорирование стен, библиотеку и полки. Ну, давайте кладовую обеспечим, потому что дом очень гнилой, надо поддерживать порядок. Пусть будет кладовая, можно хоть где-то складывать вещи. Следующий уровень комфорта, назовём это так. Хотя сложно назвать этот дом комфортом, но я сразу хочу вас обрадовать. Не все дома будут таким единическим, просто мы покупаем самые единические. Пока что. Это всё, для того, чтобы уходить от налогов. Ты чё, из налоговой? Смотрим. Два шкафа, кресло, сундук. А, кстати, вот эти стулья, это кресло называется. Ковёр и канделябр. Окей. Вот он у нас. Тут у нас сундук появился, в котором есть метла и гусл. Ладно. В общем, здесь мы можем складывать наши вещи, причём дверка закрывать, чтобы в глаза не бросалось так ярко, но всё равно это хоть какой-то уровень комфорта. Дальше. Тут ковёр появился, посолидный, но всё равно обоссанный или задроченный. Я непонятно, в чём ковёр, что с ним не так? Рыба и забрызгана. Какие-то пятна невыводимые. Тут у нас тоже есть сундук, но уже такой на виду. Есть два комода, в которых можно хранить одежду. Вообще, как бы дом на двоих получается тут кровать. Два этих, два комода, два сундука, кстати. Ну и свечи хоть какой-то уют. Вот эта комната выглядит на фоне всего остального не так серо и уныло, если сравнивать. Ну окей, уровень комфорта повышается. Идём дальше. Я могу сразу всё скупить, но просто это не та атмосфера, тем более... Сейчас два токи пока купим, пока будем идти расскажем. Дальше по логике библиотека декорирования сделали полки. Ну пусть будут полки для хранения разных всяких приспособлений с и мелких. Библиотека это как роскошь восподнимает здесь. Поэтому я в самую последнюю очередь. Так вот, раньше, ну по крайнейшему, мере, как было у меня. Я не знаю, какой у вас опыт этой игры был и вообще, есть ли он у вас, но если у вас его нет, то можно послушать, какой опыт был раньше и на основании сделать определённые выводы. Так вот, раньше, как бы, деньги всегда считались дефицитом от игры, если вы сразу не упоролись в алхимию, но вот эти все способы, как мы зарабатываем денег, это уже для прошаренных, то бишь, сразу вы этого знать не будете. Полки. Тут две винных стойки, две настенных полки для оружия и одна напольная полка для оружия. Да, вот он у нас, для вина винишко можем складывать. Раз, два, о, теперь вино можно хранить. Это две настенные стойки для оружия, туда можно впихнуть оружие, если захотеть. Но, правда, в этой игре это тощее изращение. А что так неровно поставили? Это надмахи сделали. И одна напольная стойка для оружия. Жалко, что тут по-нормальному их не поставить, только если выкидывать предметы и корячиться, на ней будут такой фигней заниматься. Все-таки уже как-то посолиднее ужлить, не так пусто стены, но все равно не айс. Но хотя прогресс уже можно винишко употреблять и оружие хранить. и покупались, да вообще на дом накопить деньги это было не так-то просто, особенно какой-то дорогущий дом и поэтому как правило все деньги уходили в первую очередь на дома. а потом а потом уже когда у вас появился дом декорирование стен украсить стенки у вас уходило много времени на то, чтобы его еще и обставить, потому что как правило где-то в половину или даже почти в стоимость дома ну или скажем так существенно кругленькую сумму уходила его декорация. И поэтому каждую вещь вот так вот медленно постепенно покупали и приходилось еще думать что брать что не брать в каком порядке не только уж после этого все закупаться. такое вот уровневое обставление на мой взгляд более лучше чем сразу все скупить и видом будет совершенно другим. Декорируем стерны. Четыре картины один гобелин у нас относится. Давайте посмотрим. Да, вот он гобелин висит пыльный коверчик. Ну хоть какой-то комфорт. Хотя и стена пустая могли бы сюда что-нибудь повесить. Четыре картины. Вот она картина часовни Кэролла вроде как. Деревцына до камина. Причем неровно повесили. Тут картинка неплохая с пейзажем. И тут у нас даже тоже. Причем две одинаковых картины. Эти тоже одинаковые просто разная зона. Ну да. Вот такая вот декорация. Ну хоть какой-то уют создан. Это главное. лучше чем то что было. Хотя все равно это ужас какой-то. Ну и последняя наконец-то это библиотека. На нее большие ожидания. Но что-то не подсказывает они гнилой книжный шкаф поставят и парочку парочку щит. Блять. Это да стены куплены. Я случайно по привычке зашел по инерции он уже оказался закрыт. ты похоже пронес. Ну давайте подождем я мог бы переночевать думаю я сейчас это не делаю по определенным причинам. так надо. Восьми утра подождем и покупаем библиотеку. Я слышала тревожность. Давай займемся делом. И в итоге все у нас для дома куплено. Нилавен продала мне все что нужно для моего дома в правилах. Задание завершено. Все. Дом обставил полностью. Теперь последний раз в него зайдем. Тем более я хочу заметить что этот дом только половинка вот этого здания только нижняя часть принадлежит нам. У нас еще сверху соседка есть. То есть такая коллективная собственность жилой кооператив мать его. И причем дом красный помещен нам даже по закону заходить нельзя. Интересно из-за страшника рядом был бы и видел бы что бы он сделал. Библиотека две книжных полки один ковер одно кресло один канделябр. Окей. Ну да. Вот две книжных полки причем без книг я хочу заметить. Ковер опять обосанный обдрученный. Канделябр сзади причем его особо даже не видно хоть какое-то освещение создается. Ну и стул на котором мы по идее можем сидеть читать книги. Знаете? А кстати я не заметил вот этот вот стул еще с вот этой наверное штукой пришел тут тоже можно посидеть. Ну на камин не посмотришь как-то не дает обыграть всю красоту огня. Ну вот такой вот домик это ну в целом в сравнении с тем что в городе здесь есть это лучше только замок разве что пожалуй в гильдии но тем не менее это наша собственность теперь полноценная. Мы это сделали. А теперь поскольку у нас тут все осмотрено я сейчас поставлю паузу пойду повыгружаю вещички которых у нас тут предостаточно и после этого мы с вами отправимся делать квесты. я снова здесь выгрузился закупился отмычками мол мол чё ты чё ебанутая шо с вами ты шо там делаешь наркомания какая-то ладно это наверное для тех кто пьет травы так я заблудился даже шо сказать хотел а я выгрузился перчатки добыл надел на руки подчинился отмычки таблиц форта гриф пора отправляться разрушит крепость начать поиски топора окей это кстати уникальный квест подождите а чё так можно я думал что это вокруг него обнесено мне суть вот он форт гриф мы его как-то раз обнаружили пока плыли ну и попутно исследуем полностью я смотрю тут куча лодок прибитых гавани эти порты разбитые в общем тут походу был большой грузопоток раньше как бы игра намекает что кто-то приплывался на лодках много но так все это сгнило нас встречает статуя еще можно из разных точек отплывать ну да ладно в целом на самом острове я какого-либо лута пока что не ощущаю руины форта заброшенные не пусто ничего го хотя могли бы добавить травки ладно окей статуя нас встречает при знаменовании чего-то жуткого я бы сказал но не суть и вход в форт вот ох действительно так я не понял тюра то откроется где-то поблизости а это законно не понял идея заперта это факт лучше как-то должен а почему она заперта форт я с внешнего периметра запрыгнуть не могу нет а шка это что-то забагалось или я должен рычаг найти но я просто не вижу давайте на всякий случай переотплывем лодка работает можно использовать ее для этого нет заперта не правда может я туплю конечно но я что-то эта дверь откроется поблизости то есть нужно какую-то речь я должен это стрельнуть нет ну цепь я вижу что-то я не вдупляюсь что от нас хотят игра дайте сейчас я попытаюсь поискать если в общем паузу ставлю а вот она я что-то не заметил в акте руль теперь форт гриф ну главное чтобы за нами не закрыло только взросло все какие-то кандалы скелет о прячок о алерон похоже курдан обманул еще одну доверчивую душу своей сказкой о топоре топор драгола ты еще не понимаешь никогда никогда не было никакого топора драгола это всего лишь хитрость чтобы заманить тебя сюда я попался на ту же удочку он сказал мне что если я найду его топор он простит мне мои долги я был таким идиотом что поверил ему ты теперь жертва в безумной охоте курдана как и я и здесь мы скорее всего погибнем топор отличная уловка интересно сколько народа погибло купившись на нее курдан заработал большую часть своих денег отнюдь не ростовщичество он изобрел так называемый бег охотника некоторые платят ему большие деньги чтобы поохотиться на живого человека лишних вопросов никто не задает и он избавляется от тел он использует темницы форта гриф в качестве охотничьих угодий я был привезен сюда потому что он знал что меня станут искать мне очень жаль что я впутал тебя в это дело надеюсь ты умеешь сражаться это наш единственный шанс выбраться отсюда живыми угу у меня есть лодка неподалеку забудь об этом дверь сюда теперь заперта единственный способ выбраться отсюда спуститься в бег охотника и убить охотников у одного из них есть ключ от этой двери таковы правила курдана только так мы можем победить я хотел бы чем-нибудь помочь но я не умею сражаться я никогда не держал в руках оружие пожалуйста вызвали нас отсюда я не богатый человек но если мы выберемся отсюда живыми я сделаю все чтобы отблагодарить тебя вот вам и поворот топор байка для привлечения людей тут на всякий случай оружие разбросано если у вас у меня казалось ох красная штука робот ну тогда предлагаю облутать все и отправиться внутрь сейчас только в жопу эти стрелы они стоят копейки не пропадает желудок даже переночевать можно да дверь теперь закрыт причем каким-то чудом образом сама закрылась может быть на таймере просто либо кто-то нас поджидал закрыл но не суть вот он вход у нас бег охотника это не отсылка ли на фильм с Арнольдом Шварценеггером бег Логан или уловка нет как-то Логана в общем можете поискать и написать в комментарии название этого фильма 80-х годов очень похоже выглядит а выпрыгнуть отсюда не судьба просто все устроено так чтобы этого не допустить тут есть сундук нет времени на взлом два вина изгнания тени потом прикольно еще два четыре да еще два пойдем сможем сдать квест по поводу этого винишка ну окей погнали вниз только квест почитаем что-то понаписали к моему удивлению близ руины форта гриф не постречался сам Элерон Лог он сказал что поиск топора это только ловушка чтобы заманивать людей в эти развалины мы с Элероном играем роль дичи чудовищной кровавой охоте игру которую придумал Курдан нужно узнать Элерону подробности если я хочу выжить и заодно сохранить жизнь Лог Элерону мне нужно спуститься в так называемый бег охотника и одолеть преследователей которые уже идут по нашим следам по правилам у одного из них есть ключ от двери крепости которую Курдан закрыл за нами Элерон не в состоянии сражаться так что мне присутствовать с охотниками без его помощи окей его помощи не нужна ладно что он только не умер а вот сюда нужен ключ это наверное выход ну да вообще классический форт но тут много лута относительно ну в фортах их всегда предостаточно плох а сразу если ты хочешь драки ты ее получишь фон золотых цитат а нельзя типа эй чок да поговорим дарья охренел ключ там один был тут по-моему три охотника если ничего не путаю и нам надо их убить всех троих всех троих а потом уже пытаться выбраться отсюда тут у нас ждите здесь заинтус за вей тут тоже заинтус за вей чувак это возможно как раз таки предыдущие вот все скелеты которые мы тут видим это предыдущие жертвы этого так называемого бега охотника который грохнули вообще да довольно жестоко глупо но раз есть про значит есть предложение но это не повод этим заниматься чё я не видел плиты нет какая-то ладно важно там у нас затопленные массивы но мы туда откуда вы вылетаете мистикой мистикой дверка подожди они все-таки воду ну ладно посмотрим что тут я смотрю в игре наблюдается сильная тенденция затапливать форты оху а если на них встать то это реально будет больно трассу тут смотрю улучшили специально как будто будем дорабатывал для опасности дичи лабиринт какой-то чё я урон почувствую а окей кому-то было не лень заморачиваться так а дымок смешно типа яд тупые охотники а вы уверены что мы роль дичи выполняем по задумке похожего как будто бы их сюда загнали они заблудились думают чё как происходит а мы идем по их питам и убиваем их теперь попытки тут у нас проход дальше без находник там наверное самый крутой чувак оставшийся будет но пока что мы туда не идем тут еще одно ответвление которое мы а это там шипы вот эти да прикольно а как не туда пройти я же не перепрыгну вроде не не перепрыгну а перепрыгну окей ага вот сюда бы тут можно переночевать если надо прикол только никаких жирных пластин де-факто не было ну да ладно ага судуч чё тофак а я понял это типа кровь так забагалась капец но подсветка стрёмная окей это мы посмотрели только тут еще дверь ай ё-моё я отсюда не выберусь да не обязательно пешком топать ладно окей пройдемся ничего страшного там дверь есть я хочу ее посмотреть а это без находит всё это альтернативный выход окей туда не надо нам сейчас пипец хоть лабиринт ну похоже это очень прибыльное занятие ключ от бездны отходника открыли дверь а сюда тут ключа надо с тех чуваков чтобы попасть а тут будет финальный ключ походу слепые креса хотя мы не обвиняем тут действительно темно ой дымок вот на что они срабатывают даже просто так походу тут от ловушек больше опасности чем от противников опять можно переночевать если надо кучу лечения там рыба убийца была чувак я вижу охотник попердолева мне удалось справиться с охотниками нужно взять с тела охотника орк охотник ключ от двери крепости ортогриф оркогриф фортогриф тысячу монет фигаси богатый ключ от двери крепости фортогриф у меня нужно вернуться за лероном и выбираться с этого острова окей все по идее тут опасности быть не должно я в воде что-то видел и мне показалось кости тут только может кость была ладно но я тут лута не наблюдаю можно можно конечно эти кости пособирать но какой смысл они тут нигде не используются это раз во вторых они не имеют стоимости никакой декоративная ценность у них сомнительная если конечно не было возвращенец то может быть вам зайдет а окей немножко лута ну в принципе очень хороший лут просто на халяву бить троих чуваков которые даже не сопротивлялись де-факто ну конечно они пытались но их не было шансов мы слишком крутые для них вообще прикольная локация прикольный класс но можно было как-то это более сложно сделать хотя это возможно просто от нашей прокачки в других условиях все сбалансировано мы тут были тут я вот от ничего не буду просто вернусь назад мы это уже блутали где выход так подождите на ту сторону так сюда а так ключи у меня а какого ладно показывает стрелку туда тут мы еще не смогли сделать его смерть чисто заскриптована это сразу успокоить тех кто подумала ему поможет смогли было спасти но нет я поражен все мои клиенты убиты но это мелочь придут другие с кошельками набитыми золотом и жаждой крови в сердцах жаль алирона но раз ты тут он стал мне уже не нужен по крайней мере теперь он никому ничего не должен ахахахаха смешно а хотя смысл его убивать то уже тем более ну ладно но я победитель в твоей игре действительно думаешь что я позволю тебе уйти отсюда найденный тобой ключ фальшивый ни одна жертва еще не уходила с острова живой и я постараюсь чтобы так было всегда впрочем одна здравая мысль у тебя была это моя игра и я изменяю правила какой-то слишком жадный чувак и глупый это не у него это как раз таки секиры которые хотят а он хороший молот да дейдерический молот по возвращении моим глазам предстала ужасная картина курдан стоящий над телом убитого лерона у меня не осталось иного выхода кроме как напасть и убить его нужно обыскать карманы курдана может быть там найдется что-нибудь что поможет не образа этих руин а вот почему не смогли открыть ключ давай покойте хрень раджар лук лук неплохо вот номер он ключ от дома лук у него ну что поделаешь по ноже благополучие те самые повышение силы выносливости и удача на 8 единиц прикольно стеклянная одежда кусочек сыра настоящий ключ от форта грифа 43 монета а тот раз у него было там по 1000 монет вроде как но это не точно выяснилось что ключ тела урка охотника подделка настоящий ключ все это время был у курдана он не собирался отпускать нас живыми даже если бы мы не были убиты во время охоты этот ключ позволит не открыть превратное помещение в беге охотника и покинуть форт гриф урсана получит печальные вести ну да что поделаешь теперь можем вот это открыть тут ничего нет есть ааа монетка в мешке смешно реактиву людей в форт гриф все дорога открыта вот такой вот довольно интересный квест остров форт гриф интересно мы эта лодка потом сможем пользоваться да надо ли вообще вроде как это был специально задуманная история с лодкой чтобы оттуда можно было нельзя было выйти с острова как оказалось можно свежие я считаю за квест у нас бои что-то не так это точно что случилось с элероном мне очень жаль у него больше нет живых тогда смерть аллерона отмещена я говорила ему глупцу что игра не доведет до добра но он не слушал прежде чем ты уйдешь я хочу вручить тебе эту вещь аллерон сказал мне что если он когда-нибудь попадет в беду это поможет вызволить его из тюрьмы он ему она больше не понадобится и я хочу чтобы она досталась тебе я не приму отказа я знаю что тобой было предпринято все возможное и за это я благодарна тебе а теперь пожалуйста иди с миром я хочу остаться одна биография королевы волчица книга куда-нибудь зашло пожалуйста я окей не будем тебя трогать урсана выслушала мой рассказ о смерти мужа о том что он храбро сражался и перед смертью думал о ней она благодарила меня за мои сочувственные слова и подарила мне книгу принадлежащую Лерону увы несмотря на все старания мне удалось лишь отомстить за смерть Лерона но не предотвратить ее но опять же квесту так вот грустно заканчивается но так задуманно и это даже в какой-то степени прикольно потому что а у нас наверное этот навык это скрытость повышала скорее всего новость прокачена в играх часто в некоторых бывают хэппи-энды а тут в игре они хэппи-энд опять ты ночью стоишь у этой статуи что тебе надо прости запомните то типа запомните что он сюда ходит я знаю но не буду говорить в свое время в общем вот это мы завершили у нас репутация должна кстати подняться 43 в общем на этом я предлагаю сегодняшнюю часть закончить я не на запись выгружусь а в следующей части тогда уж мы с вами продолжим делать местные квесты тут их несколько еще осталось бралийских мы их сделаем ну а дальше уже будем смотреть что да как а что там находится это замок а я не на запись выгружусь ну и только что-нибудь хорошее мы доисследовали полностью бравил а это башня такая прикольная я еще не обратил внимание на нее выполнили два квеста первое купили дом бравили и полностью его обставили второе это прошли квест охотники и дичь так же он называется да все верно ну и в целом продлились прохождение игры дальше займемся уже остальными квестами поэтому если вы еще этого не сделали обязательно подпишитесь на канал поставьте лайк включите все уведомления не забудьте написать комментарий увидимся с вами в следующих видео на нашем старом добром консервативном канале всем пока